Информационно-программный комплекс расчета и документооборот предназначен для автоматизации процесса принятия решения по технологическому присоединению новых абонентов и подготовки к выпуску соответствующей документации, в кратко существовавшем порядке принятия решения по технологическому присоединению. Заявитель обращается в абонентскую службу, где регистрируется его заявление на тех присоединения. Далее заявка поступает в производственную техническую службу, где выполняется проверка заявки и прикрепленных к ней документов. Для проекта договора тех присоединения специалист ПТС формирует запросы в соответствующие службы для согласования параметров подключения точки подключения свободной мощности, а также оплаты за подключение. После сбора всей необходимой информации для проекта договора тех присоединения документ корректируется и передается на утверждение главному инженеру предприятия и направляется заявителю для скрепления подписью и печатью. Во время исполнения договора специалисту ПТС необходимо направить в бухгалтерию уведомление для выставления текущего счета по договору тех присоединения и контролировать поступление оплаты. От своей временности оплаты зависят все последующие этапы договора тех присоединения. В комплексе ИПК ВД-канал упрощен процесс работы по тех присоединению. Заявка на тех присоединения от абонента передается в ПТС по автоматическому режиме. Сохранился вариант поступления заявки на бумажные носители. Специалист ПТС с автоматически зарегистрированной заявкой на тех присоединения сразу же приступает к ее обработке в программе расчета и выполняет предварительную оценку технической возможности для подключения с помощью картографических сервисов и гидравитических расчетов. Выполняет расчет стоимости за подключение, подготовку комплекта документов, рассылку на согласование. За счет серверного исполнения доступа ко всей необходимой информации и электронного документа оборота по тех присоединению сокращается время на оценку технической возможности подключения. Сокращается время на принятие решения для формирования пакетов документов. При этом сокращается бумажный документ оборот, связанный с тех присоединением. Синхронизируется работа служб водоканала при работе с документацией по техническому присоединению. На каждую поступившую заявку на тех присоединения, сохраненную на сервере ВПК, абоненты гарантированно получают ответ от службы ПТС с помощью действующего на комплексы ВПК водоканал зафиксированный промежуток времени. Более подробно опишу принцип работы программы расчеты в службе ПТС на примере работы с заявкой на тех присоединения. Все поступившие заявки отображаются в электронном журнале заявок. Каждая заявка имеет свое наполнение по объекту, по заявителю. К каждой заявке прикреплены соответствующие документы. Специалист ПТС, приступая к работе в заявке, проверяет на соответствие данных в электронной заявке к соответствующим данным прикрепленного скана документа. Убедившись, что данных в заявке достаточно для формирования договора, тех присоединения, специалист ПТС приступает к вычислению точки подключения. Для этого он воспользуется картографическим сервисом. Автоматически при создании электронной карточки создается карточка схем подключения. Она позволяет быстро определить объект на карте и сделать привязку объекта на карте к электронному документу. После выполнения этой привязки сразу становится видна ближайшая инженерная сеть, находящаяся в районе этого объекта. После привязки объекта к электронному документу, специалист ПТС должен выполнить анализ существующей сети, находящейся в этом районе, для определения точки подключения. Для этого специалист ПТС подключает визуализацию гидравлических расчетов расчета резерва и просматривает результаты расчета в виде семантической карточки, оценивает запас пропускной способности. Исходя из графики, сразу становится понятным, к какому участку можно выполнить подключение. Для дальнейшей работы специалисту ПТС необходимо нанести схему подключения, чтобы окончательно определиться с точкой подключения. Если специалист ПТС попробует нанести схему в запрещенную зону, он получится от системы соответствующее сообщение. Единственный вариант сохраняется нанести от существующего колодца к вновь вводимому объекту. Схема нанесена на карту. Для учета подключаемой нагрузки в существующую сеть специалист ПТС может выполнить гидравлические расчеты, как поверочные, так и конструкторские для уточнения диаметров, так и расчет резерва для уточнения запаса пропускной способности. В дальнейшем эти результаты могут быть учтены при работе с новыми подключениями абонентов. После сбора всей картографической информации о точке подключения сотрудник ПТС приступает к окончательной верстке документа. Для этого нужно убедиться, что все данные введены по мероприятиям. Учислился тариф, определилась стоимость за подключение и приступает к созданию документа. Документ создан в полном соответствии с введенными семантическими данными. В чем сотрудник ПТС должен убедиться и выполнить окончательную верстку. После создания документа сотрудник ПТС выполняет рассылку на согласование, задействуя внутренние электронные документы оборотов. Коллеги, к кому были адресованы документы, просматривают данный документ. При необходимости они могут согласовать как с замечанием, так и согласовать и без замечания. В данном случае согласован без замечаний. При этом документ перемещается в архив согласованных и можно выполнить попутно согласование других документов, которые находились в данном случае в очереди на согласование. Сотрудник ПТС в автоматическом режиме получает уведомление о том, что документ согласован. После согласования и утверждения документа, документ фактически переводится в режим исполнения. Для этого нужно перевести в режим исполнения, зарегистрировать этот режим в программе, для чего прикрепляется документ и вводится его регистрационный номер. Для зарегистрированного документа становятся доступны следующие этапы. Это выставление счетов в бухгалтерию и контроль поступления оплаты из базы 1С. В данном случае сервис работает с 1С, работает в автоматическом режиме и показывает поступление оплаты по каждому счету. Для того, чтобы уведомить заявителя об изменениях с текущим договором, сотрудник ПТС пользуется почтовым сервисом. Почтовый сервис формирует сообщение автоматически в соответствии со статусом документа. Для данного статуса автоматически подкрепляется копия договора и первый сформированный счет. После отправки документа сотрудник ПТС будет уверен в том, что заявитель получил сообщение, получив соответствующее уведомление. И, соответственно, может приступить к контролю за исполнением договора просмотра статистической информации. Таким образом, мы рассмотрели работу на действующем примере. С внедрением комплекса достигается сокращение бумажного оборота за счет внедрения электронного журнала заявок техусловий и договоров тех присоединений и перехода электронного документа оборота. Сокращается время на оказание услуги за счет использования электронных справочников, типовых шаблонов, интеграции в комплексе всех необходимых источников информации. Сокращается время согласования точки подключения предельной мощности за счет продвинутых картографических сервисов гидрологических расчетов. А также осуществляется контроль заявок на тех присоединения сроков исполнения договора тех присоединений за счет своевременности поступления платежей и за счет сервиса обмена с базой ДНС. Спасибо за внимание.